Точка поставлена в России. Приняли закон о повышении пенсии сверх прожиточного минимума. Нововведение ликвидирует несправедливость в отношении малобеспеченных пожилых людей. Расскажем подробнее. В центре внимания кочевники и оленеводство в столице региона спустя три года вновь открыл свою работу съезд КМНС. Среди участников делегаты от всех национальных поселков округа. Какие проблемы сегодня волнуют представители коренных народов Севера? Нежданная, негаданная в Наринмар пришла весна. Коммунальные службы города спешно вышли на борьбу со снегом. Наринмар с этим временем недовольны качеством уборки дорог и улиц. Повсюду огромные сугробы. Покажем репортаж. Поселок первопроходцев. Искатели отмечают юбилей. 45 лет. Как жил населенный пункт 80-й и что произошло в 90-е? А также расскажем о почетных гражданах. Об этом и не только. Смотрите в ближайшие 20 минут. Здравствуйте. С главными событиями четверга в студии Олега Танзейский. Мы начинаем. Госдума приняла правительственный закон о повышении в России пенсии сверх прожиточного минимума. Законопроект, прошедший третье чтение, был подготовлен по поручению главы государства. Нововведение исправляет несправедливость, с которой столкнулись малобеспеченные пенсионеры. Законопроектам предлагается сначала устанавливать социальную доплату и только затем проводить индексацию. Проектам также предусматривается доплатить те суммы, которые не были получены неработающими пенсионерами в текущем году. Этот проект закона направлен на поддержку людей с небольшим достатком. И индексирование пенсии, которое нынче было в городе, оно порядка 7%, оно сейчас будет сверх прожиточного минимума в регионе. Если раньше было индексирование допрожиточного минимума, потому что субъект обязан пенсию довести до уровня прожиточного минимума, и пенсионеры, у которых небольшая пенсия, они не почувствовали вот этой доплаты. Это абсолютно несправедливо. Сегодня мы сделали очередной шаг в пенсионной системе, в пенсионной реформе. И все пенсионеры, у которых незначительная пенсия, будут получать не только прожиточный минимум в регионе, но и эту индексацию, которая будет сверх прожиточного минимума. В Нинецком округе доплаты сверх прожиточного минимума коснутся почти полторы тысячи пенсионеров. Прожиточный минимум пенсионеров устанавливается в каждом субъекте Российской Федерации индивидуально. В нашем регионе он составляет, как известно, 17 тысяч 956 рублей. По предварительным расчетам, с учетом принятого закона, ежемесячный доход таких пенсионеров в Нинецком автономном округе будет составлять 18 тысяч 900 рублей. Как отметил спикер собрания депутатов, по расчетам окружных финансистов для выполнения нового закона дополнительная потребность бюджета в 2019 году составит немногим более 14 миллионов рублей. Съезд коренных малочисленных народов Севера начался сегодня в Наринмаре. Он проводится раз в три года и служит площадкой для объединения представителей ненецкого народа и выработки решения проблемных вопросов. Участие в работе съезда принимает более 50 делегатов из всех национальных поселков региона. Сюжет Ольги Руссел. Традиционные места выпаса оленей, социальные льготы и в целом повышение уровня жизни коренного населения – это приоритетная задача съезда. Заместитель губернатора ненецкого округа по делам ненецкого и других коренных малочисленных народов Севера Валентина Сганич отметила, что такие встречи несут и просветительскую функцию. Ведь благодаря им сельское население региона начинает ориентироваться в правовом поле, становится более грамотным в социальных вопросах, понимает значимость нашего региона в масштабах страны. Сегодня Россия стоит на пороге качественного нового этапа развития, связанного с государственной стратегией освоения Арктики. Это особый макрорегион, имеющий свою специфику и решение вопросов сохранения его богатейшего исторического, этнографического и культурного наследия. На площадках съезда обсудят важнейшие вопросы современной жизни ненецкого народа, развития традиционной хозяйственной деятельности, улучшения системы жизнеобеспечения, социально-бытовых условий в местах традиционного проживания, повышения качества здравоохранения и образования, сохранения и развития ненецкого языка и культуры. Необходимо отметить, что собрать депутатов в тесном взаимодействии с администрацией округа, органами местного самоуправления, постоянно совершенствуют нормативно-правовую базу регулирующую развитие ольневодства в регионе. Это планомерная и системная работа, и в этих вопросах без вашего мнения нам не обойтись. В частности, депутат Матвей Чупров выступил с предложениями разработать народную программу коренных малочисленных народов Севера в Ненецком округе. Ее формирование будет проводиться с учетом мнения представителей кочевого населения, жителей сельских населенных пунктов. Одно из предложений – внести изменения в перечень мест проживания коренных малочисленных народов. Депутаты предложили расширить территорию проживания, в которой сегодня входит только территория Заполярного района, за исключением поселка Искателей, включить также город Нарьинмар и поселок Искателей. Съезд малочисленных коренных народов Севера в Нарьинмаре для большинства жителей Тундры – это возможность озвучить проблемы своего населенного пункта и быть услышанным. Делегат Федор Ардеев из села Чижа вместе с односельчанами уже несколько лет пытается решить проблему с заезжими браконьерами. Добиться, чтобы зону, прилегающую к населенному пункту, признали особо охраняемой территорией. Пока результата нет. – Проблемы у нас туристы. Вот с Москвы, с Арканской ездят на снегоходах, вездеходах приезжают. Они просто наканены. Все там, ну, долбят все, что у них там не видно. Вот это проблема, да. У них пропуска вот есть, проезжают, и все. Свободный доступ у нас же. Это раньше закрыто все было. Приезжаешь до Мизыни, дальше, но уже пропуск, граница уже дальше. А сейчас, нет, сейчас 5-километровая зона, вот здесь. У них мор не подъезжает, и все. Александр Хатанзийский из далекой усть-кары планирует поднять проблему стоимости бензина. По сравнению с уровнем зарплат у жителей этого поселения бочка топлива становится непозволительной роскошью. А снегоход – единственный вид транспорта в поселке. Самое главное – это у нас высокая цена на бензин для местного населения. Вот там, ну, это порядка 23 тысяч. Ну, это, понимаете, это субсидируется. Но все равно это очень накладно. Там, если бочку стоим, это 23 тысячи, а зарплата там около 18. Ну, само собой. Ну, это и в основном там, это в поселке только, это транспорт на теснеходах. Для обсуждения слободневных вопросов на съезде организованы дискуссионные площадки. Повышение благосостояния, улучшение медицинского обслуживания, качество образования и другие. Данный съезд, надеюсь, позволит ряд из них обсудить, найти пути решения и, соответственно, принять ту резолюцию, которая будет работать у нас. Напомним, в работе съезда КМНС Ненецкого округа участвуют 52 делегата из 29 населенных пунктов региона. Съезд продлится до 23 марта. Все предложения, выработанные во время работы съезда, будут зафиксированы в итоговой резолюции. Ольга Руслова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Глава Наринмара поручила отделу муниципального контроля усилить внимание за уборкой снега с крыш. Очистки подлежат как жилые дома, так и административные здания, производственные сооружения и другие. Между тем, контроль за уборкой снега в городе установили и сами жильцы. Обращаясь в нашу редакцию, они отмечают, что недовольны качеством работ. В некоторых микрорайонах Наринмара снегоуборочной техники они не видели вовсе. Наша съемочная группа отправилась в рейд по улицам города, чтобы узнать, справляются ли коммунальщики с последствиями весенней оттепели. Трудовые будни работников коммунальных служб начинаются с уборки снега на дорогах, дворовых территориях и детских площадках города и поселка Искателей. Амкадоры и грейдеры, самосвалы, снегоуборщики неустанно работают сутками. Однако жители такой уборкой недовольны. У нас в Кармановке очень плохо убирают, вообще не убирают. Там начальство не живет и их это не трогает. Там простые люди живут. Мы тоже бы хотели, чтобы там убирали снег, хотя бы по красной, чтобы ездить и ходить пенсионерам. Около дома, я не знаю, во дворах живут, особо не убирают. На Буучейского 14, у нас, например, возле дома, сейчас вообще было очень сложно проехать. Мне кажется, недостаточно хорошо. Вот вы где сами живете? В Кармановке. В Кармановке. И как Кармановку убирают? Ну, не очень. С коляской прийти редко где можно. Причины некачественной уборки разные. Одна из них – неудовлетворительное состояние техники. Другая – погодные условия. Хотя сами работники уверены – убирают на совесть. Все зависит от погодных условий, сами понимаете. Если, грубо говоря, заметает, стараемся, стараемся, да, удержать, содержать все в нормативе. И дороги, и все остановки, тротуары. Все. Выдерживаем в норме. Техника – это что единственное. Старая уже, грубо говоря, там 98. Есть у неких единиц 98-99% износа. Поэтому требует ремонта периодически. Ну, а в основном, как бы, трудимся, трудимся, убираем. Для удобства жителей региона всю информацию по уборке территорий можно получить на официальном сайте городской администрации. Так, отмечают в мэрии, автомобилисты и пешеходы смогут заранее спланировать свой маршрут. Работы ведутся согласно графиков. Информация опубликуется на сайте администрации города. Но так как такового оповещения нету в связи с тем, что снегопад либо еще что-то. По прогнозам синоптиков, до конца марта в регионе сохранится колебание температуры от минус 2,8 до 2,3 градусов тепла. А значит, остается опасность схода снега с крыш, разбитые дороги и тротуары, утопающие в лужах. Если вы запечатлите итог некачественной работы коммунальщиков, а также курьезные моменты или волнующие ситуации, то присылайте свое видео на почту mobile-sobaka-trk-sever.ru. Самые интересные сюжеты мы покажем на телеканале «Север» в рубрике «Мобильный репортер». Наталья Кислякова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Поселок первопроходцев, геологов и романтиков. Поселок тех, кто вершил историю геологоразведки Ненинского округа, отметил юбилей. Искателям исполнилось 45 лет. На торжественной церемонии «Край, рожденный геологией», вспоминали историю становления муниципального образования, отметили тех, кто внес весомый вклад в развитие. Около полувека назад на территории Ненинского округа образовался геологоразведочный населенный пункт. Немного позже, именно 20 марта 1974 года, это поселение получило официальное название «Искателей». Роза Городилова практически всю жизнь посвятила поселку. Проработала учителем, а затем председателем Совета ветеранов. Женщина признается, искатель из первого взгляда завоевал ее сердце. Когда мы сюда приехали, мне, например, не то чтобы не удивило, а как-то я улыбалась, как по-деловому начали живуть. Поселок только строится еще, и смотрю, эти самострои-то мне интересно показались. Думаю, какие хозяйственные люди, сами-то все делают, и так это аккуратно для себя. Мне, например, очень это понравилось. Сразу я обратила на это внимание, много тогда самостроек было, домов таких еще только-только строили. Вот этим сразу меня покорилось. Люди приезжали целыми семьями. В 1975 году здесь открыли школу. Со временем появлялись новые дома и инфраструктура. Жизнь в 80-е годы в поселке Геологов бурлила. Но в 90-х началась реорганизация, ликвидация предприятий, что, естественно, не пошло на пользу поселку. Кто-то уехал, впрочем, многие так и остались жить в Нинницком округе. Говорят, ехали за романтикой, а остались навсегда. Спустя годы муниципальное образование называют самым развитым в Нинницком округе. Сегодня мы видим, что поселок уже превратился в городское поселение. Это видно, заметно. Так получилось, что в 2003 году назначен был на военную службу. Приехал первый раз в поселок Искателей и поселился в бараке на Губкино-5 рядом с Метелицей. Сейчас там прекрасный уже городской парк, сквер развития. Видно, дорогие жители, желаю вам отпраздновать и 50-летний юбилей, и вековой, и многовековой из городского поселения преобразиться в городской округ. У нас очень неплохие дороги. У нас очень симпатичные дома, в которых в последние годы пришла уже постоянная горячая вода, чего не было долгие-долгие годы. То есть живем-то мы все лучше и лучше. И вот спасибо данным праздникам, которые дают нам возможность об этом подумать, оглядеться и понять, что все у нас довольно неплохо. И мы, глядя на это, становимся немножко каждый счастливее. История Искателей сложена из судеб его жителей. Те, кто внес неотъемлемый вклад в развитие, на торжественном вечере отметили почетными грамотами. Всего наград удостоились 27 человек. С праздником 45-летию поселка Искателей, потому что не только мы все вместе можем сделать поселок своим красивым, уютным и ухоженным. С праздником вас! Здоровья вам и вашим семьям! Олег Катанзейский, Наталья Кислякова, Владислав Носкин, Телеканал Север. В Ненецком округе стартовал курс профориентационных лекций в рамках экологического форума «Экоартика-2019». В течение двух дней сотрудники Роснефти рассказывали ученикам старших классов школы номер 4, а также поселков Искателей, Красного, об экологии и геологии с ориентацией на природу нашего региона. Лекции уже провели для учеников в 10-11 классах поселка геологов. Подробности далее. Алексей Агриско – ученик Роснефть-класса школы поселка Искателей. Свою дальнейшую жизнь хочет связать с геологией, поэтому пошел в профильный класс и уже выбрал университет для поступления. Прослушав курс лекций по геологии и экологии, Алексей признается – благодаря таким знаниям больше погружаешься в профессию. Больше знал о профессии геолога, то, что они изучают, чем занимаются и что для этого надо. Еще один ученик – Илья Господыныч. Хочет работать в области добычи и переработки нефти. Хотя после углубленных лекций юноша признается, что задумался и о других профессиях нефтяной отрасли. Я был уверен, что я свяжусь с переработкой нефти, а сейчас у меня появились сомнения, так как есть экология, геология – это тоже очень интересные и перспективные отрасли. Вот я это понял. Профориентационные лекции проходят в рамках экологического форума «Экоарктика-2019». Сотрудники Роснефти рассказывают школьникам о таких науках, как геология, экология, о том, что такое нефть и как она образуется в недрах земли, а также о профессиях и их преимуществах. Практика таких лекций уже широко распространена и пользуется популярностью. Направлены они на профориентацию. Они имеют очень хорошее значение для ребят. Это профориентационное такое мероприятие, где они более подробно знакомятся уже с профессиями геолога, эколога, бурильщика и те специальности, которые на месторождении востребованы. Поэтому более подробно из уст специалистов, которые непосредственно с этим связаны, им, конечно, будут очень интересны и очень важны такие лекции. Они очень нужны. Каждому участнику выдали материалы лекций для самостоятельного изучения. Добавлю, профильный Роснефть-класс существует с 2012 года и уже выпустил более сотни специалистов. Комплексному центру социального обслуживания и населения Ненецкого округа исполнилось 25 лет. КССО – это социальная помощь гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям, семьям с детьми и другим категориям населения, нуждающимся в социальной поддержке. Накануне коллектив этого уникального по своей значимости учреждения принимал поздравления. Все подробности далее. Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания» появилось в Ненецком округе в марте 1994 года. Главной целью учреждения была помощь нетрудоспособным гражданам и малообеспеченным семьям. Сегодня учреждение осуществляет деятельность по трем направлениям. Необходимую помощь получают дети, подростки, пожилые жители региона, инвалиды, все, кто оказался в трудной жизненной ситуации. В прошлом году специалистами центра обслужено 1493 человека, оказано более 200 тысяч услуг. На протяжении 8 лет центром руководит Светлана Хатанзейская. Удовлетворение есть очень большое от работы. Это большой слаженный коллектив, который, конечно же, приходят молодые, креативные, со своим видением уже, да, то есть на жизнь и на какие-то моменты решения проблем. Мы очень ценим наших ветеранов, ветеранов «Комплексного центра», которые, можно сказать, создали все это по кирпичику. Приветственный адрес от главы региона Александра Цибульского в адрес коллектива «Комплексного центра» зачитал заместитель губернатора Михаил Васильев. Труд работников этой сферы дарит людям уверенность в завтрашний день, приносит успокоение, а иногда и спасение. На протяжении четвертых века КЦСО играет значительную роль в жизни наук. В качестве подарка Михаил Васильев вручил руководству КЦСО свидетельство о включении в федеральный реестр «Всероссийская почетная книга-2018». В него входят учреждения и организации исключительно по предложению органов исполнительной власти. КЦСО включено как лучшее учреждение региона социальной направленности. Социальную помощь жителям Ненецкого округа в учреждении сегодня оказывают более 80 сотрудников. На базе КЦСО работают пять отделений, отвечающих за помощь пожилым людям, детям, инвалидам, гражданам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Такая помощь оказывается на дому и в условиях полустационара или стационара. И сколько вы делаете вот таких вот движений, добрых, точечных, адресных и всё, что с этим связано. Поэтому, Светлана Евгеньевна, разрешите вашему лицу сразу вручить вам цветы и всей прекрасной половине у вас в большинстве женский коллектив цветы. Первый директор комплексного центра социального обслуживания Галина Суханова вспомнила, как начиналась работа. Поименно назвала всех, кто стоял у истоков этого значимого учреждения. Вы все и всегда были моими верными помощниками, поддерживали меня в любом начинании, помогали советам и идеями. Я всегда могла положиться на вас. Каждый из вас – отборное золотое зернышко в большом колоске. По словам руководителя КЦСО Светланы Хатанзейской, приоритетная задача Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов – на дому. В настоящее время на обслуживании отделения находится 96 жителей региона, в том числе 54 человека обслуживаются в населенных пунктах округа. Ольга Руслова, Вадим Носкин, Телеканал «Север». На этом всё. Спасибо, что были с нами. Далее прогноз погоды. До встречи в эфире и всего хорошего.